В Нарьинмаре продолжаются занятия по ипотерапии. Это уникальный метод лечения с помощью лошадей. В прошлом году проект необычного оздоровления с успехом реализовал конно-спортивный клуб «Фортуна». О том, кто уже смог поправить свое здоровье, общаясь с благородными животными, расскажет Любовь Пермякова. Вот это называется «раненый боец». Вот это упражнение называется, когда корпус ребенка лежит полностью, руки опущены, головка опущена, как и сзади, расслабляются мышцы спины. Такие упражнения, как правило, выполняются без седла, чтобы обеспечить пациенту прогревание и эффект массажа. Ведь при движении конь посылает наезднику от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту, которые вызывают в человеческом организме ответную реакцию. Круг заболеваний, при которых специалисты применяют такую практику, очень широк. С какими заболеваниями еще детские приходят? В особенности это аутизм, очень большое количество аутизма, это ДЦП, это дети, замкнутые в себе, детишки, которые трудные подростки, тоже с ними занимаемся. Ипотерапия нормализует работу сердечно-сосудистой, нервной, костной, пищеварительной систем, снижает уровень сахара в крови. Она рекомендуется при неврозах, патологии периферической нервной системы, ожирении. Рекомендует ее и тем, кто много времени проводит за компьютером, или чья работа связана с большими умственными нагрузками. Благодаря общению с животным можно снять стресс и минимизировать его последствия. Ипотерапией занимаюсь только год. И как бы осанка лучше стала. Ну, у меня с осанкой проблемы были, и вот как бы появилась такая возможность, и начала заниматься. А что дает вот общение с лошадьми? Это все равно же такой контакт теплый устанавливается? Ну, общение, оно дает более доброту, потому что как бы лошади, они тоже чувствуют любовь, так же, как и люди. И как бы, получается, вот с Болой я уже тоже давно, ну вот с Балтикой, как бы у нас, как бы, можно сказать, любовь даже. Красавица Балтика, орловской породы, не раз становилась главной героиней наших телепередач. Но главная ее миссия – активно помогать детишкам справиться с недугом. Впрочем, как и остальных животных Фортуны. Ведь круглый год здесь работает контактный зоопарк, где есть козы, еноты, краснокнижный лебедь, гуси, носуха. Всего более 30 разных животных. Есть в спортивном клубе «Фортуна» не совсем обычное для севера животное. Это самка верблюда. Здесь она находится всего год, но за это время заметно похорошела, обзавелась вот такой шикарной шубой. Импозантную Беллу привезли из Устьянского района Архангельской области. Двугорбую красавицу доставили в северную столицу благодаря помощи рыбак-колхоз Союза. Еще одни жители Фортуны – кролики – прилетели в Наринмар на самолете из столицы. Это подарок Владимира Жириновского. Появился уже шестое потомство. Вот это у нас получается третье, это четвертое, это пятый, шестые совсем маленькие. И все они разноцветные, видите, в этом году. Карао Милка тоже не отстает от своих соседей. В этом году она порадовала хозяев прибавлением в семействе. Назвали теленка радостью. В общем, пообщаться с таким разнообразием животных может каждый желающий. Двери Фортуны открыты для больших и маленьких жителей округа. В сентябре набирается новая группа детишек для занятий ипотерапии возрастом от 8 лет. А пока сотрудники конно-спортивного клуба ведут последние приготовления. И ждут звонков от жителей региона, которым общение с лошадьми подарит надежду на выздоровление. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».